Я постучал в знакомое окно старой лесной избушки. На крыльцо вышел старый лесник, друг моего отца, Алексей Макарович. «Женька, какими судьбами?» — обрадовался мне старик. «Проходи, чего на пороге стоишь?» И он дружески похлопал меня по плечу. В избушке, как всегда, было тепло и уютно, пахло травами, трещали дрова в печи, кипел чайник. Я изрядно замерз, пока добирался до лесной заимки Макарыча. Поэтому от сытного ужина и горячего душистого чая я не отказался. А ты, дядя Леша, так и живешь тут один, как отшельник с волками. «Женька, да лучше с волками, чем с людишками погаными. Ты же знаешь мою философию». Макарыч и вправду по жизни был философ, любил просуждать о бренности бытия. Раньше он жил, как и все, в деревне. Была у него семья, любимая работа. Но жена умерла несколько лет назад, а сын со своей семьей жил в городе, и отца навещал нечасто. Поэтому каждый приезд сына с внуком был для старого охотника праздником. «Дядя Леша, на охоту завтра пойдем?» Спросил я Макарыча. «Я ведь с некоторых времен охотиться совсем перестал. А что же так, силы не те или зрение подводит?» Поинтересовался я. «Со здоровьем все в порядке, я крепкий парнишка. Просто в жизни иногда происходят такие события, которые круто меняют мировоззрение человека. И вот со мной несколько лет назад такое событие и произошло. Я готов послушать твой рассказ, дядя Леша. Мне правда очень интересно. Так вот, начал рассказывать лесник. Уговорил я как-то сына привезти внука Петьку погостить у меня в деревне, ну хотя бы на пару месяцев. Сын долго сопротивлялся, но после долгих уговоров согласился, взяв с меня слово, что буду беречь пацана, как самое дорогое на свете. Так он и был для меня самым дорогим. Бабушки его ведь уже с нами не было. Оставался только сын и его семья. Это и есть самое ценное. Мы очень подружились с мальчишкой за это время. Ему тогда лет пять было. Ходили вместе на речку, я его учил рыбу ловить. Ты бы видел, как светились глаза пацана, когда он поймал своего первого карасика. Ну и конечно, я брал его с собой в лес, за ягодами ходили. Так нам с Петькой здорово было вдвоем. Остались мы как-то с ночевкой тут, на лесной заимке. Я, можно сказать, с пацана глаз не сводил. Но разве за ним уследишь? В общем, случилось то, чего мой сын так боялся. Пока я разжигал огонь в печи, Петя куда-то ушел. А главное, я потерял то его из вида всего на несколько минут. Казалось, что только что тут был, и вот его уже нет. В какую сторону леса бросаться, искать пацана? Я, честно говоря, человек бывалый, но тут совсем растерялся. Стал я громко кричать, звать внука, но на мой голос так никто и не откликнулся. Я обшарил все окрестности. Мальчишка, как сквозь землю провалился. Ты можешь представить мое состояние? Я проклинал себя за то, что взял его с собой в лес, и не углядел за этим непоседой. Оббежав лес несколько раз, я вернулся к избушке. Начинало темнеть. Вдруг я увидел на опушке леса волчицу. Она шла прямо на меня. Когда между нами оставалось несколько десятков метров, хищница остановилась и стала пристально смотреть мне в глаза. От изумления я потерял дар речи. Никогда волки себя так не ведут. Я стал рассматривать лесную гостью. Под брюхом у нее висели набухшие соски. Было понятно, что у серой волчицы где-то недалеко логово, а в нем волчата. Я подумал, что она голодная и просит еды. Сразу вспомнил, что сейчас где-то по лесу бродит мой внук, и он в опасности. Но убить животное, которое само пришло ко мне за помощью, у меня рука не поднялась. Я вынес из избушки кусок мяса и бросил голодному зверю. Но волчица даже не подошла к моему угощению. Она еще немного постояла на опушке леса и ушла в чащу. Я взял фонарь и еще несколько раз обследовал лес вокруг избушки. Петю я так и не нашел. Поиски в такой темноте были бесполезны, и я вернулся в избушку. Рано утром я уже был готов опять отправляться на поиски. Я не спал всю ночь и с нетерпением ждал, когда встанет солнце. Ты можешь себе представить, что мне пришлось пережить этой ночью? О чем только я не думал, какие только картины не рисовало мое воображение. Я вышел из избушки и опять увидел на краю поляны ту же картину. Волчица стояла на опушке леса и внимательно наблюдала за мной, а кусок мяса так и валялся в траве. И тут до меня дошло, что она второй раз приходит ко мне вовсе не за едой. Интуитивно я догадался, что она меня куда-то зовет. Я направился в ее сторону, осторожно делая маленькие шаги. Волчица повернулась и пошла в лес. Я направился за ней, держась слегка на расстоянии. Волчица бежала впереди, иногда останавливаясь и проверяя, иду ли я за ней. Так мы шли недолго. Я не мог понять, куда она меня так настойчиво ведет. И каково же было мое удивление, когда волчица привела меня прямо к своему логову. Его хищница устроила совсем недалеко от моей избушки. Да я вчера несколько раз был в этом месте, но мне даже в голову не пришло, что тут живет волчье семейство. А уж заглядывать в такое место даже безумцу не придет в голову. Но сейчас я понял, что именно этого она от меня ждет. Волчица спокойно стояла в стороне, не проявляя никакой злобы и агрессии. Я сделал несколько шагов в сторону ее норы. Хищница осталась стоять на том же месте. Когда же я заглянул внутрь, то чуть не обомлел. В просторной норе на сухой подстилке, свернувшись калачиком, спал мой внук Петька, а вокруг него, плотно прижавшись и согревая его своим теплом, сопели шестеро волчат. Вот, оказывается, где мой внук провел холодную, темную ночь. Как он попал в логово, одному Богу известно, но благодаря волчице и ее детям, он не замерз и не погиб. Сложно было узнать у пятилетнего ребенка, как он попал к волкам. Да и это было уже не важно. Главное, что он жив-здоров и нашелся. Дедушка, а правда волки добрые. Они меня вылизывали и грели всю ночь. Конечно, малыш, добрые, ты только папе с мамой не рассказывай, что произошло, а то они больше тебя ко мне не привезут. И мы поклялись с Петькой сохранить это происшествие в тайне. А внук взял с меня клятву, что я больше никогда не буду ходить на охоту и стрелять в зверей. Так что, Женька, придется тебе завтра одному охотиться, закончил рассказ Макарыч. Я не могу нарушить клятву, данную внуку. Да и если честно, то и сам этого не хочу. Для меня с охотой покончено навсегда. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.